Он всегда берет с собой фотокамеру. Вот только на этот раз квартальный Виталий Кокорин фотографирует не нарушителей, а ищет места для будущих парковок. Организовать легальные стоянки в первую очередь решили там, где скопление автомобилей возникает стихийно. Быть или не быть уже решат на комиссии. Главное, чтобы место подходило под три критерия. Кругом хозяйствующие субъекты, магазины и так далее. То есть это основной критерий, первый. Второй критерий это, конечно же, земля. Земля должна быть ничем не обременена, то есть она муниципальная должна быть. Также критерий необходим, чтобы никакие коммуникации не мешали. Возможность устройства таких мест была. По такому же принципу нашли место на улице Харьковской. Сейчас здесь идет работа полным ходом. Парковку возле областной больницы от Мельникати до Одесской планируют заасфальтировать уже до конца недели. Вскоре здесь появится около сотни машиномест. Всего же в этом году только в Ленинском округе организовано больше десяти новых стоянок. Общее количество парковочных мест составило 512. То есть есть еще у нас места, где благоустройство не предусмотрено в текущем году, но также есть необходимость в парковочных местах. Там мы во временном исполнении проводим работы по отсыпке фрезерованного асфальтобетона. Асфальтом, что еще летом сняли с дорог, отсыпают парковки во дворах, чтобы жители ставили машины не в грязь, а на твердое покрытие. Такой способ обустройство применяют возле тех домов, где по плану будет масштабное благоустройство. Укладывать новый асфальт пока не сделан на основании и не убраны лишние деревья – это бросать бюджетные деньги на ветер. Новые парковочные места, если двор полностью разрушен, асфальтобетонное покрытие, там выбоины, ямы, то новую парковку смысла нет строить, нецелесообразно, потому что вокруг территория полностью разрушена. Таким же способом обустраивают некоторые парковки и в центре города, где снесли ветхие дома. Кстати, сейчас обсуждают идеи часть из них сделать платными. Вот только по каким критериям выбирать места еще не решили. Вопрос, будут ли они востребованы, до сих пор открытый. Сейчас в центре Тюмени как минимум две платных парковки, которые всегда стоят полупустыми, хотя плата небольшая – 10 до 25 рублей в час. Но желание сэкономить заставляет автомобилистов бросать машину в запрещенных местах. А в этом случае скупой платит даже не дважды, а в 120 раз больше. 3000 рублей придется отдать, если машину эвакуируют. Людмила Чапурных, Павел Михайловский. Тюменское время.